Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Наверняка вы уже слышали, что Александр Усик отказался от сотрудничества с прежним тренером и находится сейчас в подвешенном положении. То есть неизвестно, кто будет в его углу 21 числа. Я считаю, что этот момент, ну вот этот вот отказ, да, и непонятная ситуация, он крайне важный, он недооцененный. О нем как-то мало говорят, но вообще это невероятно важно. Именно поэтому я снимаю данное видео, да, и вот мы сейчас все это обсудим. Также может быть видео резкий звук, потому что у меня прямо сейчас в квартире ремонт, да, то есть все, как видите, короче, голые стены, да, и поэтому эхо. И сам я, в общем-то, по сути, в рабочей одежде, может даже у меня там побелка на голове и кусок шпаклевки, не удивляйтесь, если что, да. Просто настолько важная тема, она реально очень важная. Ну все, давайте начнем к делу. Ну, во-первых, если будет новый человек в углу какой-то, если это не сверхблизкий человек, то есть близкий, я имею в виду не мама родная, конечно, да, а, ну, там, какой-то верный соратник, там, человек, короче, из команды, может, ну, кто такой вот реально близкий, то нового человека, его даже могут просто подкупить. Причем, я говорю не о Мурате Гассиеве, да, не о его тренере, это могут сделать более какие-то далекие люди в команде Гассиева, да, то есть, ну, там, верхушки команды, условно говоря. Могут быть, это вообще люди со стороны, может быть, кто-то сделал там огромные какие-то ставки, да что угодно. Но нового человека, вот нового тренера у него, это, по сути, только начало его карьеры, как бы испытательный срок. То есть, не пройти испытательный срок очень просто. Такой человек подкуплен может быть спокойно. Но давайте вот двинемся дальше. Окей, такие экзотические варианты рассматривать не будем. Все гораздо более даже просто. Вот, если вы сами выходили когда-нибудь на ринг, а лучше даже не на ринг, а именно на соревнования. Да, вот, не на ринг, а на соревнования. Открытый ринг, так называемый, то есть, соревнования любого уровня. Просто, где есть судья и противник, да, то есть, и цель ваша победить. То вы прекрасно знаете, что меняется состояние. То есть, сейчас объясню. С одной стороны, казалось бы, ну вот, реально сейчас объясню, просто очень момент любопытный. С одной стороны, вот, что может тренер посоветовать Усику, да, то есть, Усик, он олимпийский чемпион, он все знает. Он готовится из раза в раз. В голове у него, да, уже как вшиты в процессоре, ну, программы какие-то, да, как бы, советы прошлых тренеров. То есть, по сути, да он сам может тренировать, да, что, как бы, ему можно посоветовать в углу, да, это, ну, это с одной стороны. Но с другой стороны, мы люди, то есть, мы не компьютеры, то есть, у нас есть эмоции. И поэтому в разных состояниях наш мозг, он по-разному действует. То есть, например, когда мы сонные, мы, там, одни решения можем принять, да, если, допустим, мы испуганы, то, там, другие, то есть, если мы пьяные, то мы, там, смелее. Даже, я не знаю, воздействие банально чая, кофеина, то есть, мы выпили и более, такие, скажем, активные, то есть, мышление наше меняется. Так вот, кто, допустим, ну, выходил сам на ринг, особенно на соревнования любого вообще уровня, то вы прекрасно знаете, что это огромный стресс, огромная ответственность. И каким бы ты ни был умным и мудрым, то твое мышление, оно, как бы, искажается. То есть, ты чуть-чуть, как бы, сходишь с ума. И вот эти вот, ну, находясь, как бы, в потоке соревновательном, да, твой разум, он деформируется, по сути. Но, если с тобой есть, ну, опытный твой тренер, ему, в отличие от тебя, не нужно выходить на ринг. И, конечно, он тоже волнуется, но его волнение, оно другого рода. То есть, короче, к чему это я все клоню? К тому, что, как бы ты ни был сверхопытен, но ты не можешь сохранить ясность ума. То есть, нет, она у тебя даже может быть сверхясность, но мозг перед боем, он всегда искаженный. Поэтому должен быть человек в углу, да, перед боем, рядом с тобой, который, как бы, находится в другом состоянии, да. Это, грубо говоря, это может быть, в худшем случае, это может быть даже сам ты, как бы, твой двойник, который, в отличие от тебя, трезвость ума, как бы, полную сохранил. Который не такой вот, уже весь размятый, уже драться готов. То есть, понимаете, когда ты готов драться, то это у тебя одно мышление. А когда ты, как бы, взором внимательным, спокойно смотришь, да, и даешь советы, то совсем другое. Совсем ты можешь другие вещи заметить. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, как бы, это основной момент. Поэтому, к чему это я все клоню? К тому, что непонятно, конечно, кто будет у Александра в углу. Меня это, честно говоря, настораживает. Надеюсь, что раз, например, Василий Ломаченко, допустим, едет в Москву, да, то, ну, скорее всего, его отец поедет, да, и было бы здорово, если бы... Ну, вот тот же Анатолий Ломаченко был в углу, потому что, понятно, к нему доверие полное. И, собственно, все прекрасно тогда будет. Ну, для Александра Русика, да. Вот то, что я хотел сказать. Кстати, также еще дополнительное объявление. Я скоро покупаю компьютер, да, и если вы давно хотели, например, сделать пожертвование каналу и еще не сделали, то сейчас самое время, потому что ваши средства, они пойдут на благое дело. Ну, а так, собственно, все вообще исключительно по желанию, то есть, и в любом случае вам спасибо, даже за просмотр. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok